За что я воевал? Почему так обманывал? Ветеран Шторм-З, помилованный Путиным, уголовник Андрей Лепин записал обращение, в котором удивляется, а за что он воевал? Почему их обманывают? И рассказал, что несмотря на тяжелое ранение, так и не получил обещанных 3 миллиона рублей. За что я воевал? Да, я получил помилование, я очень горжусь, что я был на слое ПТО от России, но тем не менее, почему так обманывал? А действительно, почему же? Классическая история, когда Путин обещает золотые горы, а в итоге держитесь тут, всего хорошего. Вот и Лепин после всех своих подвигов в рядах Шторм-З, где пули не жалел, а денег так и не увидел. Похоже, теперь его боевые ранения перешли из фронта в финансовый отдел. Тут впору не за компенсацией идти, а за медалью. Жди и надейся. Ведь штурмовик пожаловался, что не получил ни удостоверения ветерана боевых действий, ни выплат, ни льгот. В контракте было прописано 3 миллиона за ранения. Льгот у меня никаких, выплат никаких. Удостоверения ветерана боевых действий мне не делают. Никто не хочет заниматься этим. Почетный статус есть, а плюша к нему не прилагается. Никаких льгот, никаких выплат, прям премиум подписка и невидимые бонусы. А удостоверения ветерана боевых действий. Кажется, это уже из разряда мифических артефактов. Как билет на обратную дорогу в отпуск. Похоже, чиновники России считают, что настоящему герою достаточно и патриотизма. Девочки, у нас квартиры в негодности. Мы не можем, у нас стены рушатся от соседей, от калидора. Борьба за выплаты после наводнения в Оренбурге и Орске продолжается. Напомним, что весной 24-го года в Оренбургской области произошло крупное наводнение. Несколько тысяч домов оказались затоплены. Многие жители получили выплаты на капремонт только в августе. Ну а некоторые не получили денег вовсе. Это не позволило начать работу по восстановлению летом. Кроме того, ремонт сложно провести из-за высокой влажности в строениях. Люди продолжают снимать квартиры, жить у родственников или оставаться в поврежденном жилье. Мы вот с мужем сами сделали эту дырочку, чтобы можно было, была какая-то вентиляция. Потому что вообще, ну вот вы видите, затопление у нас произошло с 10 апреля по 20 апреля. Стояла вода в доме по второй этаж. Первая экономика Европы! Чего жалуйтесь? Гордиться надо. В домах нет газа, электричества, воды. Жить там практически невозможно. В принципе, в некоторых республиках и без наводнения такое. Но в случае Орска и Оренбурга, то чиновники не сразу и не везде пошли на контакт. Некоторые из тех, кто добивается выплат, продолжают даже преследовать. В кремлевских кабинетах тепло и ремонт на высшем уровне. И это самое главное. А больницы, школы, люди? Только на бумаге нужны. Пообещали нам капремонт, но опять же, никто вообще не приходит, не заходит, ничего не говорят. Сроки не установлены. И когда это будет что делаться, производиться, мы не знаем. Полностью отошли стены от потолков. И есть вот там сквозные дыры, прям к соседям можно увидеть. Полностью все отошло. На выплаты российским солдатам, которые идут убивать, деньги есть. На поддержку людям? Нет. Но президент упорно говорит, что Россия это социальное государство. Кстати, в Казахстане после наводнения вообще поселки новые построили людям. Пострадавшим от наводнения было построено 2500 домов. Строительство велось в рекордно короткие сроки. И сегодня завершено полностью. А вы, россияне, терпите дальше. Из-за ситуации, что война идет, чтобы не было, не дай бог, каких-то провокаций, чтобы мы не пострадали, чтобы кто-то не пострадал, нам запретили, отказали в проведении мероприятий общественных различных. Поэтому мы вот собираемся у себя на участках, вместе стараемся писать заявления, просьбы, обращения. Ох, как удобно и очень своевременно. Потому что, конечно же, самым важным оказывается, чтобы люди перестали собираться. Но ведь это же просто очевидно, да? Самое главное, что большинство пострадавших людей из ролика за Путина и единую Россию. Продолжение следует...